Всем привет, друзья! Про неказистую лицевую анимацию звёздного проекта от BioWare не сказал ещё только ленивый, и даже мы о ней упоминали в нашем обзоре Андромеды, но одной этой анимации проблемы игры не исчерпываются. Не поймите меня неправильно, в новом Mass Effect полно достоинств, и я прошёл игру с удовольствием, но достоинства не отменяют недостатков, которые, подумав, я разделил на пять категорий. Давайте пройдёмся по каждой из них, потому что игра эта с одной стороны цепляет, её хочется пройти, интересно, чем всё закончится, а с другой стороны ты испытываешь постоянную перманентную боль, спотыкаясь об эти недостатки. Так что проблема для меня наболевшая, актуальная, злободневная. Проблема номер один, такая глобальная, это тупейшие диалоги и моральные дилеммы. Большинство решений со сложной моральной подоплёкой, которые нам предстоит принять, напоминают старую байку «Подсудимые отвечаете только да или нет, ваши родители знают, что вы гей?» Выбор, перед которым у нас периодически ставит игра, обычно глуп и уныл и лишён разумных решений. О боже, у пациента кашель, что делать, отрезать ему голову или не вмешиваться? Отличный выбор, чёрт возьми. Этот пример я, конечно, выдумал, но если вы играли в Mass Effect Andromeda, то наверняка заметили, что почти все моральные вилки здесь спроектированы именно по такой топорной схеме. Иногда хочется залезть в монитор и надиктовать протагонисту третий, разумный вариант выхода из ситуации, не предусмотренный сценаристами, которые, видимо, никогда в жизни не принимали сложных решений и очень смутно представляют себе этот процесс. Причём глупость произносимых персонажами фраз сквозит не только в классических масс-эффектовских дилеммах, а вообще на протяжении всей игры. Наверное, от длительного пребывания в криокапсулах тупеют. Большинство конфликтов в этой игре решаются по принципу «Помните, как в мультике «Жулик, не воруй!»» и никогда ещё не встречал более неловких сцен флирта и секса, чем в Андромеде, разве что в проекте по братьями Dragon Age Inquisition. А чего стоят эти эпизоды с помилованием главных негодеев, которым предшествует беспощадное механическое вырезание сотни-другой негодеев помельче? И мы объясняем вроде «Я не убийца» или «Если я его убью, то опущусь до его уровня». О чём ты думал до того, где была эта логика, когда ты убивал тысячу приспешников этого негодяя?» Ну, надо признать, что это не только болезнь Андромеды, это в принципе болезнь компьютерных игр и даже фильмов, и это, конечно, воплощённое слабоумие, и с этим надо бороться. С этими клише их нужно выкорчевывать нещадно из игр, из всего. Ну и справедливости ради заметим, что в условно-нелинейной Андромеде негодяев можно всё-таки не только щадить, но и убивать. Это хорошо. Следующий пункт – нежелание удалять неудачный контент. Это важная ошибка, позвольте объяснить. Очень часто так бывает, что так много времени потрачено на контент, что признать его неудачность и удалить просто не хватает духа, а довести его до ума не хватает сил. И в нормальной ситуации неудачные куски просто вырезают из конечного продукта, жертвуя количеством в угоду качеству. Но только не в случае с BioWare. Я хочу показать вам два отрывка, которые с тех пор, как я их запечатлел в игре, острым чувством стыда за канадских аниматоров пульсируют у меня в памяти. Это боевая гримаса Сары Райдер, бросающаяся в бой с кроганом бок о бок. И да, опять речь зашла о лицевой анимации, но беда здесь не в лицевой анимации. Проблема шире. Проблема в том, что особенно косячные места с лицевой анимацией прошли каким-то чудом контроль качества, как будто бы контроля качества не было вообще. То есть, беда не в том, что какой-то аниматор накосячил, а в том, что он накосячил и это пустили в релиз. И другой эпизод, который лично меня задел очень сильно, это вино, льющееся из бутылки на высоких графических настройках. Посмотрите, полюбуйтесь, это шел 17-й год. Рекомендуемая карта для игры GTX 1060 нам советуют запускать игру в 4К разрешение, мол, так мы насладимся всеми нюансами мира Андромеды. Я, к сожалению, в 4К не играю, я играю в нормальном разрешении. Но если бы я играл в 4К, я бы принципиально именно это видео выложил на YouTube в 4К, чтобы вы, друзья, посмотрели, как выглядит этот момент в игре в рекомендуемом издателями разрешении. Такое хочется приближать и приближать, разглядывать и разглядывать. Это позор галактических масштабов, которого можно было бы избежать, просто вырезав из игры эти два маленьких эпизода. Ну и другие самые тупые моменты. Лучше бы Сара вообще не меняла выражение лица, как она это обычно и делает, и лучше бы она хлистала вину из горла. Вопросов было бы меньше, всё-таки война, не до бокалов, это можно было бы понять. Если бы Байуэр нашли в себе силы пройтись по своему продукту перед релизом и выкорчевать из него 10-15 минут самых неудачных мест, то этих недостающих 15 минут в игре полное прохождение, которое занимает часов 70, никто бы не заметил. Я не предлагаю дополнительные какие-то усилия предпринять, там что-то улучшить или переделать. Просто удалите то, с чем вы не справились, не жадничайте. Но сейчас-то уже поздно, и с 70-часового геймплея предсказуемо больше всего запомнились именно 10-15 самых позорных минут. Следующая проблема в Mass Effect Andromeda — это филлеры, вездесущие филлеры. Работа первопроходца в Andromeda — это, как оказалось, в первую очередь работа курьера. Больше половины игрового времени мы будем бездумно перемещаться между точками на карте и сканировать подсвечиваемые объекты, то есть кликать по ним мышкой, получая за это опыт и моральное удовлетворение от того, что задание теперь числится выполненным. Эти вездесущие квесты ничем не отличаются друг от друга, их десятки, они нужны лишь для того, чтобы создать иллюзию контента и вызывают только одно чувство — скуку. В пример Andromeda могу привести Borderlands, блестяще справившийся с оприличиванием курьерских квестов, обрамив их шутками, аллюзиями, интересными диалогами и мини-сюжетами, сгладившими монотонность геймплея. Но Andromeda — это жестокая чужая галактика, в ней пощады не ждите, здесь курьерские квесты подаются без приправ. Привели к этому чья-то жадность, лень и уверенность в том, что и так сойдет. Эти явления, кстати, заселили планеты скопления Элей, где разворачиваются события игры одними и теми же существами. Ледяная или перед нами планета, пустынная или полная ядовитых озер или покрытая сплошь фиолетовыми джунглями, живность, за редким исключением, везде вводится одна и та же, ну, в лучшем случае другого цвета. И разные планеты разных солнечных систем здесь отличаются друг от друга не более, чем московский зоопарк отличается от ленинградского. Филлерами, то есть бессмысленным контентом, просто заполняющим место, на поверку оказываются даже потенциально грандиозные задания, например, неожиданное нахождение скрытого в альдах древнего искусственного интеллекта, содержащего в себе данные о происхождении жизни и ответы на главные загадки галактики. И эта находка не имеет никаких последствий в плане лора и минимальные последствия в плане геймплея. Одно из трёх решений по этому квесту может привести к тому, что в финальной битве этот ИИ нам чуть-чуть поможет. Но по лору не изменится вообще ничего. Хотя данные, содержащиеся в этом ИИ, должны изменить всё. Следующий, четвёртый пункт моей программы — Mass Effect, самая забагованная игра из всех, с которыми я когда-либо сталкивался, и, я уверен, самая забагованная 3А игра в мире. Я не шучу и не преувеличиваю. Ища в интернете, как обойти очередной баг, я наткнулся на комментарии. Человек жаловался, что что бы ни происходило с нашим первопроходцем, никогда не знаешь, баг это или задумка разработчиков. Багов настолько много, что уже даже не баги кажутся багами. От BioWare наша райдер страдает больше, чем от кетов и реликтов по сюжету. Игра обладает куцией, но всё же усложнённой в сравнении с предыдущими частями системы билдов и крафта, которая обесценивается тем, что различные её функции могут непредсказуемо не работать. Вы можете потратить час, день, неделю на расчёт оптимальных параметров для вашего персонажа, и все эти расчёты обратятся в пыль потому, что некоторые скиллы и бафы просто не будут функционировать. И нет лучшего способа отучить игрока серьёзно относиться к игре и к развитию своего в ней персонажа. И моя последняя категория претензий к Андромеде — это вопросы, оставшиеся без ответов, то есть, в общем-то, все вопросы, которые нам игра задаёт. Я не буду портить вам настроение спойлерами, но, знаете, ни одна интрига, ни один важный сюжетный вопрос не будут раскрыты и не найдут ответов в Mass Effect Андромеда. Ничего не проясняющая концовка недвусмысленно намекает на сиквел, оставляя при этом ощущение общей неудовлетворённости и даже обманутости. Игрой вопросов и не ответов скажете вы, был ведь и самый первый Mass Effect и хорошая была игра, но и вопросы тогда были трансцендентные и грандиозные. Кто такие жнецы? Есть ли у роботов душа? Тогда как Андромеда имеет во всех смыслах меньший размах. Конфликты масштабов галактики уступили место конфликтам масштабов личности, а среди главных недомолвок оставленных. На потом нет ничего непостижимого, ну кроме разве что некомпетентности отдельных сотрудников BioWare. И тем не менее, несмотря на всю эту местечковость, Андромеда наотрез отказывается двигаться с места на протяжении десятков часов и только спрашивает, никогда не отвечая. Вы не узнаете ничего, ровным счётом ничего из того, чем хотели бы узнать, гоняя райдер по элею. Применяя на игроках такой приём, очень важно не перегнуть палку с недосказанностью, а то распалённое любопытство, если его вовремя не удовлетворить хотя бы чуть-чуть, может перерасти в разочарование и безразличие. Вторая часть Андромеды, вероятно, всё-таки будет содержать некоторую порцию разъяснений, но игрокам, которые сегодня чувствуют себя обманутыми, завтра может быть уже всё равно. Благо Mass Effect не единственная игра во вселенной.